Последние несколько лет центральная теплотрасса работала на пределе, говорят ремонтники. Срок эксплуатации труб закончился еще 25 лет назад. Между тем, в последние годы к сети подключились десятки новых гостиниц, социальных объектов и жилых домов. Согреть всех для обслуживающей котельной номер 14 стало неподъемной задачей. Капитальный ремонт начался еще в апреле. Монтажникам предстояло заменить 7 километров труб. Труба у нас ведет к ППУ. Расшифрую, это оболочка полиуретан и полиэтилен низкого давления. Данный вид технологий позволяет снизить теплопотери в трубе. Чем это выгодно для жителей? Конечно же, они будут меньше платить тарифы по ЖКХ. Вода будет, не побоюсь сказать, горячее. Тепло в домах будет гораздо эффективнее подаваться. Но пока власти города призывают жителей и гостей курорта набраться терпения. С 5 по 30 сентября без горячей воды останутся более 300 домов и 38 социальных объектов. Это практически весь центральный район Сочи, микрорайон Макаренко, Ареда, улицы Чебрикова, Новогинская, Островского, Первомайская, Парковая, Пластунская. Найти все адреса домов, которые попали в зону отключения, можно на нашем сайте fkt.com, на интернет-портале городской администрации и в газете «Новости Сочи». Насосы будут ставиться более мощные. С другими насосными характеристиками, с другим напором поменяются генравлические характеристики, увеличится объем прокачиваемой воды. Уже через два дня монтажники приступят к замене насосов, добавят и еще один резервный. Все работы обещают закончить 25 сентября и до 30-го провести пусконаладку теплосети. Всего же на центральной теплотрассе будет около 180 таких предупреждающих датчиковых установят перед запуском новой теплосети. Стало быть, ремонт даст сочинцам и воду погорячее, а заодно и гарантию не остаться без тепла, когда ЧП произойдет на соседней улице. Продолжение следует...